Добро пожаловать на канал Великая История, здесь самые интересные и загадочные исторические факты. Крепостное право превратилось в тормоз технического прогресса, который в Европе после промышленной революции активно развивался. Крымская война наглядно это продемонстрировала. Возникла опасность превращения России в третиразрядную державу. Именно ко второй половине XIX века стало ясно, что сохранение могущества и политического влияния России невозможно без укрепления финансов, развития промышленности и железнодорожного строительства, преобразования всей политической системы, в условиях господства крепостного права, которое само по себе могло существовать еще неопределенное время. При том, что само поместное дворянство было не способно и не готово к модернизации собственных имений, сделать это оказалось практически невозможно. Именно поэтому правление Александра II стало периодом радикальных преобразований российского общества. Император, отличаясь здравым умом и определенной политической гибкостью, сумел окружить себя профессионально грамотными людьми, понимавшими необходимость поступательного движения России. Среди них выделялись брат царя, великий князь Константин Николаевич, братья Милютины, ростовцев, валуев и другие. Ко второй четверти XIX века уже стало очевидно, что экономические возможности помещичьего хозяйства в обеспечении возросших потребностей в экспорте хлеба полностью исчерпаны. Оно все больше втягивалось в товарно-денежные отношения, постепенно теряя натуральный характер. С этим было тесно связано изменение форм ренты. Если в центральных губерниях, где было развито промышленное производство, более половины крестьян уже было переведено на оброк. То в земледельческих центрально-черноземных и нижневолжских губерниях, где производился товарный хлеб, продолжала расширяться барщина. Это было обусловлено естественным ростом производства хлеба на продажу в помещичьем хозяйстве. С другой стороны, заметно упала производительность барщинного труда. Крестьянин всеми силами саботировал барщину, тяготился ею, что объясняется ростом крестьянского хозяйства, превращением его в мелкотоварного производителя. Барщина тормозила этот процесс, и крестьянин всеми силами боролся за благоприятные условия своего хозяйствования. Помещики изыскивали способы повышения доходности своих имений в рамках крепостного права, например, перевод крестьян на месячину. Безземельным крестьянам, которые были обязаны все рабочее время находиться на барщине, выдавалась плата натуры в виде месячного продуктового пайка. А также одежда-обувь, необходимая хозяйственная утварь, при этом помещичье поле обрабатывалось господским инвентарем. Однако все эти меры не могли возместить все возрастающие потери от малоэффективного барщинного труда. Серьезный кризис переживали и оброчные хозяйства. Ранее крестьянские промыслы, с которых в основном и уплачивался оброк, были выгодны, давая помещику стабильный доход. Однако развитие промыслов породило конкуренцию, что привело к падению крестьянских заработков. С 20-х годов XIX века стали стремительно расти недоимки по уплате оброка. Показателем кризиса помещичьего хозяйства был и рост задолженности имений. К 1861 году в различных кредитных учреждениях в залоге находилось около 65% помещичьих имений. Стремясь повысить доходность своих имений, некоторые помещики стали применять новые методы ведения хозяйства. Выписывали с заграницы дорогостоящую технику, приглашали иностранных специалистов, водили многопольный севооборот. Но подобные траты были по плечу только богатым помещикам, а в условиях крепостного права эти новшества не окупались, часто разоряя таких помещиков. Следует особо подчеркнуть, что речь идет именно о кризисе помещичьего хозяйства, основанного на крепостном труде, а не экономике вообще, которая продолжала развиваться уже на совершенно другой капиталистической основе. Понятно, что крепостное право сдерживало ее развитие, препятствовало формированию рынка наемного рабочего труда, без которого невозможно капиталистическое развитие страны. Подготовка отмены крепостного права началась в январе 1857 года с создания очередного секретного комитета. В ноябре 1857 года Александр II разослал по всей стране рескрипт на имя Веленского генерал-губернатора Назимова, в котором говорилось о начале постепенного освобождения крестьян и предписывалось создать в трех литовских губерниях Веленской, Ковенской и Гродненской дворянские комитеты для внесения предложений в проект реформы. 21 февраля 1858 года секретный комитет был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу. Началось широкое обсуждение предстоящей реформы. Губернские и дворянские комитеты составляли свои проекты освобождения крестьян и отправляли их в Главный комитет, который на их основе начал разрабатывать общий проект реформы. Для переработки представленных проектов в 1859 году были учреждены редакционные комиссии, работой которых руководил товарищ министр внутренних дел ростовцев. При подготовке реформы среди помещиков шли оживленные споры о механизме освобождения. Помещики нечерноземных губерний, где крестьяне находились в основном на оброке, предлагали наделить крестьян землей с полным освобождением от помещичьей власти, но с выплатой большого выкупа за землю. Их мнение наиболее полно выразил в своем проекте предводитель Тверского дворянства Лунковский. Помещики черноземных областей, мнение которых было выражено в проекте полтавского помещика МП. Пазена предлагали дать за выкуп крестьянам лишь небольшие наделы, ставя целью поставить крестьян в экономическую зависимость от помещика, заставить их арендовать землю на невыгодных условиях или работать батраками. К началу октября 1860 года редакционные комиссии завершили свою деятельность и проект поступил на обсуждение в Главный комитет по крестьянскому делу, где подвергся дополнениям и изменениям. 28 января 1861 года открылось заседание Государственного совета, завершившееся 16 февраля 1861 года. Подписание манифеста об освобождении крестьян было назначено на 19 февраля 1861 года, шестой годовщине вошедствия на престол Александра II, когда император подписал манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта. А также положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, которые включали в себя 17 законодательных актов. В то же день был учрежден Главный комитет об устройстве сельского состояния под председательством великого князя Константина Николаевича, заменивший собой Главный комитет по крестьянскому делу и призванный осуществить высшее наблюдение за проведением в жизнь положений 19 февраля. По манифесту крестьяне получали личную свободу. Отныне бывший крепостной крестьянин получал возможность свободно распоряжаться своей личностью, ему были предоставлены некоторые гражданские права. Возможность переходить в другие сословия, заключать от своего имени имущественные и гражданские сделки, открывать торговые и промышленные предприятия. Если крепостное право было отменено сразу, то урегулирование экономических отношений между крестьянином и помещиком растянулось на несколько десятилетий. Конкретные экономические условия освобождения крестьян были зафиксированы в уставных грамотах, которые заключались между помещиком и крестьянином при участии мировых посредников. Однако по закону крестьяне еще в течение двух лет обязаны были отбывать фактически те же повинности, что и при крепостном праве. Это состояние крестьянина называлось временно обязанной. Фактически это положение растянулось на 20 лет, и лишь законом 1881 года последние временно обязанные крестьяне были переведены на выкуп. Важное место уделялось наделению крестьянина землей. Закон исходил из признания права за помещиком всей земли в его имении, в том числе и на крестьянские наделы. Крестьяне получали надел не в собственность, а только в пользование. Чтобы стать собственником земли, крестьянин обязан был выкупить ее у помещика. Эту задачу государство взяло на себя. В основу выкупа была положена не рыночная стоимость земли, а размер повинностей. Казна сразу же выплачивала помещикам 80% выкупной суммы, а остальные 20% помещику должны были выплачивать крестьяне по обоюдной договоренности, сразу же или в рассрочку, деньгами или отработками. Выкупная сумма, уплачиваемая государством, рассматривалась как предоставленный крестьянам заем, который затем взыскивался с них ежегодно в течение 49 лет в виде выкупных платежей в размере 6% от этой суды. Нетрудно определить, что таким образом крестьянин должен был заплатить за землю в несколько раз больше не только ее реальной рыночной стоимости, но и суммы повинностей, которые он нес в пользу помещика. Именно поэтому временно обязанное состояние просуществовало более 20 лет. При определении норм крестьянских наделов учитывались особенности местных природных и экономических условий. Вся территория Российской империи была разделена на три части – нечерноземную, черноземную и степную. В черноземной и нечерноземной частях устанавливались две нормы наделов – высшая и низшая, а в степной одна указанная норма. Закон предусматривал уменьшение крестьянского надела в пользу помещика, если его дореформенные размеры превышали высшую или указанную норму, и пререзку, если надел не достигал высшей нормы. На практике это привело к тому, что отрезание земли стало правилом, а пререзки – исключением. Тяжесть отрезков для крестьян состояла не только в их размерах. В эту категорию часто попадали лучшие земли, без которых нормальное ведение хозяйства становилось невозможным. Таким образом отрезки превратились в эффективное средство экономического закабаления крестьян со стороны помещика. Земля предоставлялась не отдельному крестьянскому двору, а общине. Такая форма землепользования исключала возможность продажи крестьянинам своего надела, а сдача его в аренду ограничивалась пределами общины. Но несмотря на все свои недостатки, отмена крепостного права была важным историческим событием. Она не только создала условия для дальнейшего экономического развития России, но и привела к изменению социальной структуры российского общества. Вызвала необходимость дальнейшего реформирования политической системы государства, вынужденной приспосабливаться к новым экономическим условиям. После 1861 года был проведен ряд важных политических преобразований – земская, судебная, городская и военные реформы, которые коренным образом изменили российскую действительность. Не случайно отечественные историки считают это событие переломным моментом, гранью между Россией и феодальной и Россией нового времени. По душевой ревизии 1858 года помещичьи и крепостные крестьяне – 20 миллионов 173 тысячи. Удельные крестьяне – 2 миллиона 19 тысяч. Государственные крестьяне – минус 18 тысяч 308-0-0-0. Рабочие заводов и шахт, приравненные к государственным крестьянам – 616 тысяч. Государственные крестьяне, приписанные к частным заводам – 518 тысяч. Крестьяне, освобожденные после военной службы – 1 миллион 93 тысячи. Когда император Александр II приехал на коронацию в Москву, то московский генерал-губернатор граф Закревский просил его успокоить местное дворянство, взволнованное слухами о предстоящем освобождении крестьян. Царь, принимая московского губернского предводителя дворянства князя Щербатова с уездными представителями, сказал им «слухи носятся, что я хочу объявить освобождение крепостного состояния. Это несправедливо, а от этого было несколько случаев неповиновения крестьян помещикам. Я не скажу вам, чтобы я был совершенно против этого. Мы живем в таком веке, что со временем это должно случиться. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу». Речь Александра II в Государственном Совете, 28 января 1861 года. Дело об освобождении крестьян, которое поступило на рассмотрение Государственного Совета, по важности своей я считаю жизненным для России вопросом, от которого будет зависеть развитие ее силы и могущества. Я уверен, что вы все, господа, столько же убеждены, как и я, в пользе и необходимости этой меры. У меня есть еще и другое убеждение, а именно, что откладывать этого дела нельзя. Почему я требую от Государственного Совета, чтобы оно было им кончено в первую половину февраля и могло быть объявлено к началу полевых работ. Возлагаю это напрямую обязанность председательствующего в Государственном Совете. Повторяю, и это моя непременная воля, чтобы дело это теперь же было кончено. И теперь с надеждой ожидаем, что крепостные люди приоткрывающейся для них новой будущности поймут и с благодарностью примут важные пожертвования, сделанные благородным дворянством для улучшения их быта.